Село Великодолинское, Ведёпольский район, начало марта. У первой школы населенного пункта позади сокращенная рабочая неделя из-за снегопада. Могла быть еще одна из-за общегосударственной акции «Прикрути». Но обошлось. В классах тепло, температурный режим поддерживается в допустимой норме, столбик термометра ниже 18 градусов не опускается. У меня вообще один из самых теплых классов, это певденская сторона. Температурный режим в Великодолинской школе поддерживают два газовых котла. Еще две аналогичные установки всегда готовы прийти им на помощь, но это уже при сильных морозах. Администрация школы контролирует работу котельных в ручном режиме без дополнительных указаний вышестоящего начальства. Лишний раз экономии учить не нужно. Газовые котлы регулярно прикручиваются к выходным, в период зимних каникул, а уже к рабочим неделям оборудование включают на необходимую мощность. Одна из крупнейших школ района в рабочий день в среднем потребляет 200 кубометров газа. Мы завжди прикручиваем, на выходе мы прикручиваем газ. Это завжди, это порядок на каникулах, мы прикручиваем газ. Ну, не выключаем, а просто меньшую подачу. Мы сами это знаем, что нужно экономить. Суббота неделя, значит, у нас прохладно, скажем так. Мы переходим взагалі на один котел, только чтобы не разморозить систему. А это гимназия в самом Аведиополе. Температура в классах не ниже 19-20 градусов выше нуля. Образовательный процесс проходит в комфортных условиях. Школа обслуживается индивидуальной котельной. Не на полную мощность, но работают три котла. Решение о прикручивании вентиля здесь также принимается самостоятельно. Мы сами чувствуем, когда нужно прикрутить немного больше, а когда постить. Мы чувствуем по детям, по работникам школы, когда нужно немного прикрутить, а когда, возможно, и нужно дать немного волю газу. Ну, мы считаем, что температура подходит для научно-выходного процесса в данный момент. Безусловно, скручивать до минимума, или вообще отключать, мы не будем. Чтобы обеспечить теплом трехэтажную школу, нужно расходовать ежедневно не менее 200 кубометров газа. Финансовая нагрузка ложится на районный отдел образования. В этом плане школа, находящаяся в негазифицированных районах, например, в Савранском, в несколько выигрышном положении. К слову, там и не прикручивали. У нас особливая котельня, и в данный момент для альтернативного виду опаления нет. А взагалі я вважаю, що доцільно буде в подальшому розглядати це питання. На даний момент – ні. Переводити котли в совсем уж економний режим в школах і детских садах пока не будуть. Температура воздуха на следующій неделе сохраниться на уровні 4-5 градусів тепла. Виталий Химий, Григорий Євич, Телеканал Репортер.